сегодня я бы хотел записать очень простое видео и объяснить почему на моем канале до сих пор нет никакой рекламы и скорее всего в ближайшем будущем она не появится но перед этим это кадр который я снял вчера дом со стеклом вот банк какой-то вот дом со стеклом вот этот банк вот этот дом без какого-либо стекла помнишь раньше были такие короткие фильмы на ютюбе от мальдак vision и там говорили теперь когда ты знаешь правду ты просто обязан рассказать об этом своим друзьям теперь когда ты знаешь правду это скутка так и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще не очень-то просто найти в Стамбуле какое-то тихое место на улице Практически нереально И, наверное, придется идти куда-то очень далеко Куда-то на набережную Вообще, я заметил, что мне больше всего нравится путешествовать Наверное, даже не потому, что я в какую-то новую страну прилетаю А потому, что мне нравится именно дорога То есть мне нравится лететь, ехать И вообще перемещаться в пространстве из одного места в другое А вещи собирать? А вещи собирать абсолютно не нравится Я думаю, что для меня идеальное путешествие было Это когда я бы просто ездил бы, ездил бы И вообще нигде бы не останавливался И чтобы вещей не было никаких А все само появлялось из маленькой сумочки Все, что тебе нужно Да ничего не нужно просто Моя самая любимая дорога, которая мне больше всего запомнилась Сто процентов была в Азии Это был переезд в Хукета до Лангкави То есть длиннейший переезд почти через весь Таиланд на автобусе А потом еще на пароме Это была моя самая экстремальная удаленная работа За всю историю вообще Удаленная работа Я поняла, что его больше всего занимаются перелеты И я вспомнила, что он самый лучший перелет Какой? Ну ты что, Аня, уже если не понял, какой Перелет на Бали в Новый год Где какой-то чел достал гитару и пел А я думаю, твой любимый самый лучший перелет был другой Про который ты не можешь рассказывать Да, конечно Вкусно? Не очень Лайк самому себе Ну да, как кот, который вылизывает себе ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Почему на моем канале до сих пор нет рекламы? Это вообще очень просто, по нескольким причинам. Первое, и, наверное, самое главное, это потому, что все еще до сих пор я ни разу не видел ни одного человека, которого мне было бы интересно прорекламировать, и ни одной компании, которая, по моему мнению, подходила бы для того, чтобы я сделал рекламу с этой компанией на моем канале. Все те люди, которые мне писали, все эти компании, которые предлагали сделать рекламу, это вполне очень кошмар, сущий ад, и такое, конечно же, ни в коем случае рекламировать нельзя. И вот если бы попалась бы какая-то интересная реклама, то, скорее всего, я бы согласился ее сделать. Но есть еще и вторая причина, по которой даже интересную рекламу делать не хочется сейчас, так это потому, что на моем канале не так много аудитории. А если бы я и согласился делать рекламу, то только за очень большие деньги, по одной очень простой причине. Я самый жадный человек на земле. Просто потому, что мне хотелось бы делать рекламу, и на полученные какие-то серьезные деньги от этой рекламы делать что-то полезное либо для канала, либо для самих подписчиков, то есть для тех людей, которые эту рекламу смотрят. И если можно было бы прорекламировать какой-нибудь очень крутой магазин и при этом разыграть какой-нибудь прикольный ноутбук, то вот такую рекламу бы сделать очень и очень даже бы хотелось, потому что от нее было бы хорошо и полезно всем. Да? Ну правильно же? Ну правильно, да. Третья причина. Третья – это самая очевидная причина. Любые рекламы, вне зависимости от того, как они вставлены или интегрированы в видео, очень сильно бортят само видео, настолько сильно, что иногда даже просто не хочется его дальше смотреть. И это огромная боль лично для меня, потому что, возможно, когда-нибудь придется этим заняться, но я вообще не представляю, как я буду это делать. Должно быть что-то совершенно странное или суперинтересное, такое, чтобы захотелось это сделать даже бесплатно. И вот я думаю, что тогда это можно сделать за деньги. В общем, место прекрасное. Вот оттуда можно пройти. Здесь есть маяк. Можно прийти и прекрасно провести время. Круто побухать, например, потому что народ здесь целыми днями только этим и занят. Тут еще недавно произошла очень странная история. Вообще невероятное волшебство. Я купил себе новые кроссовки. И когда я их покупал, то размер мне идеально подходил. В общем, у меня такое было очень много раз, когда меряешь, тебе все идеально подходит. Кажется, вау, класс, как удобно. Приходишь домой, достаешь их снова, начинаешь носить и понимаешь, что они тебе малы. Я попал опять в эту странную ситуацию, в которую я попадал уже очень много раз. Но самое странное то, что я подумал, ладно, ошибся с размером. Ну, со мной такое кучу раз было. Но я потом взял свои старые кроссовки, в которых я уже целый год хожу. И оказалось, что они мне тоже жмут. И вот здесь я уже немного растерялся, потому что такого же не бывает, блин. Ты потолстел просто за парней? Копы на великах. Копы тут на русском шарят. Да, здесь много кто на русском шарит, на самом деле. Ну, да. Поэтому приезжайте в Стамбул и не переживайте, если вы не знаете английский. Потому что здесь тоже английский никто не знает. В Стамбуле пытаются всех собак привить. Ну, привить не от ковида, а стараются их привить от бешенства и от всякой остальной ерунды. Для того, чтобы можно было им повесить на уху такую специальную бирку. То, что они чистые, безопасные. Чтобы люди их не боялись, чтобы люди не думали, что что-то может случиться, если их такая собака укусит или поцарапает. В общем-то, это абсолютно правильно. Намного лучше, чем этих собак просто тупо убивать. И будет интересно, если когда-нибудь такой же будет с людьми. Сидишь в метро, какой-то человек на остановке заходит в вагон. И все такие, ух, стороны. Отойдите от него. У него нет чипа. Скорее бы уже. Да. Скорее бы уже. Ой, вообще. С другой стороны надо просто. Ты что, забываешь постоянно? Забываю постоянно, да. Это что вообще такое? Ооо, быстро признавайтесь, кто знает, что такое тутовник. Я, например, родился и вырос в таком месте, где я сидел на дереве и ел тутовник. Целыми днями. А Карина попробовала первый раз в жизни тутовник месяц назад. Ну, вот и сейчас. О, это что? Айпод? Да. Старенький айпод. А вот чуть-чуть поновее. Наверное, нужно даже владельца этой технике. Поверли. Решаем, куда поедем дальше. Окей. Что там? Гватемала. Гватемала? Мексика. Блин, в Мексику сейчас просло, а потом испугалась. Ну, все, это знак. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok